Суд наконец-то отклонил иск против Илона Маска за продвижение Доги Коина. Американецкий Джонсон требовал выплатить ему 258 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба и компенсации. Истец хотел запретить миллиардеру и его компаниям продвигать монету, а также хотел объявить, что торговля этой криптовалюты является азартной игрой. По его мнению, ответчики манипулировали рынком и были замешаны в инсайдерской торговле. Судья отметил, что указанные в жалобе твиты Маска являются амбициозными и напыщенными, а не основанными на фактах, а следовательно, ни один разумный инвестор не может на них положиться. Но, к сожалению, котировки Доги Коина никак не отреагировали на решения суда. А судебная тяжба длилась с июня 2022 года. Джонсон обвинил SpaceX, Tesla и Маска в продвижении криптовалютной пирамиды. Весной 2023 года адвокаты Маска и принадлежащие ему компании назвали претензии от инвестора причудливой выдумкой. По их словам, твиты предпринимателей не носили мошеннический характер. Ранее Маск активно продвигал мем криптовалюту, а в апреле 2022 года он предложил снизить стоимость Twitter Blue и добавить возможность оплаты подписки в Доги. А в январе Tesla начала реализовывать мерч за Доги Коин. Издание Bloomberg со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что испытание национальной криптобиржи началось 1 сентября. При тестировании платформы будет использоваться платежная система МИР. Через систему МИР планируется осуществлять обмен между рублями и криптовалютами. Правительство и Банк России планируют использовать цифровые активы для проведения трансграничных платежей, обходя международные санкции. Выбор платежной системы МИР обусловлен тем, что у платежной системы уже есть готовая инфраструктура для межбанковских расчетов и клиринга, и она полностью контролируется Центробанком. Для тестирования государственной криптовалютной биржи может быть выбрана любая цифровая валюта, и власти могут разрешить Московской бирже или Санкт-Петербургской валютной бирже создать криптоплатформы в 2025 году. Ранее участник экспертного совета Государственной думы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский заявил, что право работать на российско-национальной криптобирже получит узкий круг лиц, а точнее крупные компании-экспортеры и импортеры. Ранее Павлодурова во Франции курс криптовалюты Тонкоин значительно просел. Однако анонимные криптоаналитики Альткоин Шерпа и Декриптодок считают, что снижение было временным. По мнению Альткоин Шерпа, уже скоро монета Тон может вернуть все потери и вырасти на 23%. А Декриптодок считает, что уже в ближайшее время Тон должен резко отскочить к уровням выше 6 долларов. А ранее Декриптодок сообщал, что сезон альткоинов только начинается. Впрочем, пока признаков восстановления нет. Монета торгуется чуть выше 5 долларов. В данной ситуации все зависит от решения властей Франции. Сооснователь криптобиржи BitMEX сравнил последствия снижения процентной ставки Федеральной резервной системы для экономики США с эффектом сахарного кайфа, который способен вызвать волновой эффект и краткосрочное восходящее орали. Артур Хейс заявил, что снижение процентных ставок ФРС на некоторое время увеличит доступность финансовых ресурсов, позволив краткосрочной перспективе поддержать традиционные рынки на плаву. Однако изменение финансовой политики ФРС может иметь существенные последствия для доллара США и рынка криптоактива в целом. По его мнению, изменение процентной ставки может снизить привлекательность традиционных финансовых инструментов и привести к тому, что спекулятивные инвесторы обратят более пристальное внимание на доходные инструменты криптовалютного рынка. Артур Хейс считает, что активы вроде биткоина, вероятно, выиграют от расширения ликвидности финансового рынка. Но в целом решение ФРС может еще сильнее отразиться на темпах инфляции. Весной рыночная капитализация мемкоинов, использующих блокчейн Солана, резко выросла. На конец августа показатель превышает 6,5 миллиардов долларов. Сейчас на этом блокчейне действует более 450 токенов, и количество постоянно растет. Вместе с тем, около 4,5 миллиардов долларов капитализации приходится всего на 5 монет. За последний год блокчейн Солана стал крупным конкурентом Эфириума по части мемкоинов. Монеты-мемы на базе Эфириума прежде всего SHIB и PIP, сохраняя доминирующее положение. Но все больше новых проектов использует сеть Солана для запуска своих токенов. Ключевое преимущество блокчейна Солана – это высокая масштабируемость и низкие комиссии. Эфириум способен обрабатывать примерно 12 транзакций в секунду. Но Солана может обрабатывать до 65 тысяч, благодаря использованию специфичного алгоритма консенсуса. Рост популярности блокчейна Солана имеет накопительный эффект. По мере появления и продвижения новых мемкоинов, интерес к Солану увеличивается. Например, токен DOC VIVHAT появился в 2023 году и является одним из первых мемкоинов на блокчейне Солана. Концепция проекта включает в себя социальную медиаплатформу, основанную на мемах плюс коллекцию NFT. До конца февраля VIV занимал относительно небольшую долю рынка мемкоинов. С 24 февраля по 31 марта цена выросла на 1524%. Такое ралли положило начало ажиотажу вокруг мемкоинов в сети Солана. Очередной существующий токен BONG был создан в декабре 2022 года и запущена децентрализованная биржа DEXLAB. Токен часто называют главным собачьим мемкоином на блокчейне Солана. BONG внес значительный вклад в популяризацию Солана как ключевой альтернативы эфириума. В экосистему BONG входит некастодиальный кошелек для хранения цифровых активов BONG Wallet и BONG Swap. Многие нынешние владельцы заполучили BONG в рамках масштабной раздачи для владельцев смартфонов Saga. Это фирменное устройство от Солана. В результате ажиотажа телефон был просто распродан, что способствовало значительному...